Здравствуйте, контролёр энергосбыта, откройте, пожалуйста. Спасибо. За один рабочий день Александр Семчук обходит до 50 квартир. В каждой жильцы, которые месяцами не платят за электричество. У кого-то долг в несколько сотен рублей, у кого-то в несколько тысяч. При этом о необходимости вовремя вносить средства на счёт люди прекрасно знают. Но вот почему тянут с этим обязательным делом, объяснить стесняются. Здравствуйте. Добрый день. Камеру убираем. Камеру убираем. У вас задолженность за электроэнергию? Я вчера не погасила. Количество должников ежемесячно остаётся примерно одинаковым, говорят в энергосбытии. По городу это около трёх тысяч, по краю шесть. И такое количество потребителей умудряется задолжать миллионы. Сам Александр рассказывает. Один раз видел извещение, в котором была указана сумма с пятью нулями. Злостным неплательщикам вручают вот такие уведомления. С этого момента у них есть 20 дней, чтобы погасить свою задолженность. Иначе, перефразируя старую советскую комедию, кто не будет брать, отключим свет. Вид нашей камеры некоторых должников приводит буквально в бешенство. Чтобы не прослыть на весь край человеком безответственным, некоторые готовы чуть ли не в драку броситься. Пожалуйста, обратитесь на Баграда-65 и выясните, по какой причине вам уведомление. Мне, пожалуйста, распишитесь в получении. Максим, распишите, а то мокрое. Это вам. Мне, пожалуйста, вот здесь. Бери там, вот тут. Ручку отдайте, пожалуйста. Нет, это вам остаётся. Хотя такое поведение редкость, говорит Александр. Большинство людей реагируют спокойно и даже готовы рассказать на камеру, как же так получилось, что им грозят опустить рубильник. Я считаю, что если люди платят, например, за полгода вперёд, то что их беспокоит? Следующие полгода заплатят. Это не злостные неплатищики. Но с такими схемами оплаты лучше не экспериментировать. Достаточно задолжать за два месяца и всё. Ждите письмо счастья. Тем, кто предупреждение игнорирует, электричество в квартире попросту обрезают. А это значит, что холодильник, плита, чайник и другая техника работать не будут. Но к таким мерам прибегают в самом крайнем случае. Если смотреть сумму, за которую мы ограничиваем, скажем так, вот из этих неплательщиков это самое плохое, потому что у них сумма за наложность порядка 29 миллионов. Это порядка 6% ежемесячного начисления. То есть вот всего 6 тысяч из миллионов – это самые плохие, вот с самыми большими долгами. В энергосбытии уверяют, они всегда готовы пойти навстречу потребителю. Если денег совсем нет, можно прийти в офис и обсудить условия погашения долга, а не тянуть до конца света. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Енисей, Новости.